Значит, наша тема на сегодня – это конфликт вокруг Храмовой горы. Значит, Храмовая гора – это одно из случаев очень ярких, где галаха индивидуальная противоречит галахе общенациональной. То есть, рассмотрим простой вопрос. Можно ли в наше время восходить на Храмовую гору? Очевидно, что нужно окунаться в Микву. Очевидно, что не нужно заходить в центр Храмовой горы, где, скорее всего, стояла Святая Святых. Но точно мы не знаем, где она стояла, Святая Святых, и там примерно можно считать. Разумеется, нужно ходить не вне кожаной обуви, как полагается ходить на Храмовую гору. Разумеется, нужно ходить воссоздании, что это важнейшее место, то, что это трепет перед Храмом, это всё понятно. Но при всём том, можно ли заходить на Храмовую гору? С точки зрения индивидуальной гласи вопрос сомнительный. Мы точно не знаем, где располагалась Святая Святых. Есть разные мнения, поэтому на всякий случай лучше этого не делать. Потому что очиститься полностью мы не можем. Даже если окунуться в Микву, то всё равно остаётся нечистота от мёртвых, которая уничтожает столько пеплом красной коровы. Красной коровы сегодня нет. Очиститься мы не можем. Наказание – это совершенно запрет деорайта и старый. И даже более того, наказание за него карет. То есть, очень серьёзное, как бы так сказать, серьёзное наказание, серьёзное нарушение. И поэтому, с точки зрения индивидуальной гласи, ситуация понятна. Нельзя находить на Храмовую гору, потому что зачем же делать то, что, возможно, является нарушением? Примерно как если есть еда, которая неизвестна точно, кошерная она или нет. Но лучше её не есть. Мы не можем знать, может быть, она кошерная, а может быть, нет. Есть некая вероятность, что она некошерная. Зачем же её есть, когда много есть другой еды, и от голода мы не умираем? То есть, с точки зрения индивидуальной ситуация как бы понятна. На Храмовую гору заходить нельзя. Поэтому в 67-м году, как только Израиль захватил Иудею, Самарию, Газы, Голланы, Синай, и в том числе Восточный Иерусалим, так вот, как только Израиль захватил Храмовую гору, в том числе в 67-м году, Равенат издал галактическое запрещение ходить на Храмовую гору, повесил табличку о том, что это святое место, туда заходить нельзя, и эта табличка до сих пор там висит. То есть, Равенат здесь решил исключительно с точки зрения классической индивидуальной галахи. В то же время, с точки зрения общенациональной, надо поставить вопрос иначе. Нехождение наше на Храмовую гору несет ли в себе ущерб? С точки зрения индивидуальной вопрос так вообще не ставится. Если бы мне не хватало еды, а умеря бы с голоду, это понятно, что человек умеряет с голоду, ему нужна еда. Если у человека нет жилья, или ему нужно жениться, или у него нет для лечения что-то нужно, опасность для жизни, то это все понятные проблемы. И тогда можно пойти на какое-то облегчение с точки зрения индивидуальной галахи. Но общенациональный вопрос не ставится, он не включается в потребности. Поэтому с точки зрения индивидуальной галахи нет такой потребности у еврейского народа восходить на Храмовую гору. Поэтому незачем туда восходить, потому что когда очистимся, тогда поговорим. А сейчас в чем восходить? Только проблемы. В то же время, с точки зрения общенациональной ситуации совершенно другая. Наше невосхождение на Храмовую гору влечет за собой то, что весь мир считает, что евреям Храмовая гора не нужна. И прежде всего сами евреи так считают. И арабы владеют Храмовой горой, соответственно. И баланс сил в стране Израиля смещается в сторону арабов. То есть, тот, кто владеет Храмовой горой, он как бы владеет центром страны. Он как бы влияет на всю обстановку духовно. Поэтому ясно, что тот, кто владеет Храмовой горой, это вещь очень важная. С точки зрения общенациональной. Но в классической индивидуальной галахе понятия такого нет. Так, то есть, мы имеем случай, когда с точки зрения индивидуальной заходить на Храмовую гору нельзя, а с точки зрения общенациональной заходить на Храмовую гору необходимо. Почему? Потому что это баланс сил в стране Израиля. Но такое понятие, как баланс сил в стране Израиля, его просто нет в галахе. Ни в Шулхана Рухе, ни у Рамбама, и нигде такого понятия нет. И поэтому человек, который следует только той галахе, которая сформировалась в период диаспоры, он скажет, такой ценности нет, такой понятия нет, такой необходимости нет, это вы всё придумали. Но если человек читает в Танах, то, разумеется, он понимает, что Храмовая гора – важнейшая вещь, и владеть Храмовой горой необходимо, но нигде в галахических текстах это не зафиксировано. Поэтому это классический случай, просто очень даже не классический, а очень яркий случай, противоречия между индивидуальной галахой и общенациональной галахой. Поэтому данный вопрос неразрешим на галахическом уровне. То есть, можно ли найти доводы, которые скажут, что можно выходить на Храмовую гору? Конечно, такие доводы найти можно. Безусловно, есть галахические рассмотрения, которые скажут, что на определенные части Храмовой горы заходить можно. И особенно ради тибуш-гаарц, то есть ради захвата земли, завоевания. Но является ли наше хождение на Храмовую гору завоеванием? С точки зрения классической галахи такого понятия, в общем, нет. А с точки зрения метагалахической, то есть стоящей над галахой, такое понятие, разумеется, есть. Понятно, что от того, что мы ходим на Храмовую гору, она является нашей. То есть владение не определяется юридически. Если юридический дом ваш, а реально в нем живет тот и другой, то его выгнать очень-то иудно, потому что кроме юридического владения есть еще хазака, то есть принятое состояние дел. Если вы кому-то позволяете распоряжаться на вашей территории, то, наверное, она не очень ваша. И так далее. Поэтому итог такой, что здесь, только подходя с метагалахических позиций, то есть стоя над галахой, и учитывая ценности Танаха, которые не оформулированы в галахе, только с этой позиции мы можем понять, что нам нужно сходить на Храмовую гору. Поэтому Харидим, если вы будете с ними... Точнее, Харидим, а те, кто против восхождения на Храмовую гору, если вы будете с ними обсуждать, они вам приведут 20 тысяч примеров или 20 тысяч цитат из разных источников, которые объяснят, почему на Храмовую гору ходить нельзя. Из Шелхана Руха или из каких-то ильгиозных авторитетов. На самом деле, как это не смешно, такая же позиция была по отношению к РЦСЛ вообще. Есть известный Тесофот. Тесофот – это комментаторы Талмуда, которые ученики Раши, ученики школы Раши. Так вот, есть известный Тесофот одного из тесофистов, который говорит, что в РЦСЛ ехать не надо. Почему? Потому что в РЦСЛ есть законы Трума и Массер, а мы не разбираемся в законах Трума и Массер. Если поедем в РЦСЛ, то что-нибудь нарушим. Поэтому на всякий случай лучше туда не ехать. Сегодня мы живем в РЦСЛ, и ничего проблем нет, потому что были действительно всякие сложности с Трумой и Массером. Их успешно разрешили, как любые другие галактические сложности. И все нормально. Но в его время, в XII веке, это был довод, чтобы в РЦСЛ не ехать. Поэтому легко найти доводы против восхождения на Храмовую гору. А восхождение на Храмовую гору, наоборот, должно преодолевать все эти как бы разумные галактические доводы и настаивать на негалактических ценностях. Например, ценность влиять на ситуацию в РЦСЛ, она негалактическая, потому что она в Галактике не зафиксирована. Или ценность, например, там, что хождение на Храмовую гору – это захваты страны Израиля. Такой формулировки нигде не найдется, потому что такая формулировка не зафиксирована. И тем не менее, именно она здесь и работает. Так, ответ на вопрос. А что такое святая святых? Какое место, какое отношение она имеет к данному вопросу? Ответ. Когда стоял храм, то в храме, не в Скинии, а в храме, был храмовый двор, была дальше внутренняя часть храма, гейхаль, или, как бы сказать, зал, и была святая святых. Вот даже в том, где был сам храм, уже это проблема заходить. А там, где стоял святых, тем более нельзя заходить. И поэтому то место, где стоял святая святых, туда заходить нельзя категорически. Вопрос только в том, где она стояла. Можем ли мы указать это место? То, что храмовая гора – это действительно гора-храм, это несомненно, с этим никто не спорит. Но дальше, где на этой горе располагался храм, есть разные точки зрения. Основное мнение, что храм распорядался там, где сейчас стоит золотой купол. То есть, вот это возвышенность в центре храмовой горы. А по периметру храмовой горы, особенно с юга и севера, большой кусок – это Тосефед Гордус, то есть то, что достроил царь Ирод, когда он перестраивал храм в минус первом веке. И там, где Тосефед Гордус, там вообще нет проблемы туда заходить. Там, где не Гордус, а исходная часть второго храма, или первого храма, соответственно, то туда заходить нельзя. А уж на место святая святых категорически нельзя. Вопрос, что… Да, Гордус, то есть царь Ирод очень расширил храмовую гору, поэтому то, что он и расширил, – это вообще дополнение. Сегодня в основном те, кто ходит на храмовую гору, обходят её по периметру, то есть фактически не выходят за пределы Тосефед Гордус. И туда ходить можно заведомо. Но есть мнение, что храм стоял не так, что мы его неправильно отождествляем, что это вовсе не возвышенность в центре храмовую горы, где стоит золотой купол, а она располагалась южнее. И есть там самые разные теории, как располагался храм. Поскольку все эти теории, опровергнутые до сих пор, не опровергнуты, то те люди, которые говорят, что на всякий случай лучше не нарушать, они говорят, что доходить на всякий случай лучше не надо. Конечно, было бы правильно провести настоящие археологические оскобки, сделать настоящее исследование, просветить всю гору рентгеновскими лучами и точно узнать, и выяснить, где что точно стояло. Но это в итоге не сделано. Тем более, что вакф, то есть управление мусульманскими святынями, к каиске этому противится. Поэтому исследование не сделано, и некоторое сомнение, небольшое, но остается, но некое сомнение остается. Вот в связи с этого сомнения, можно ли нарушать вот это сомнение ради общенациональной цели, которая формально в Галахе не прописана? То есть ее можно вывести из Галахи, можно сказать, что это завоевание стены, и что поэтому это заповедь, но это уже вывод, это как бы дополнение. А формально, если взять, так сказать, чисто ограниченную Галаху, то, так сказать, доводов не будет особых за восхожение на храмовую гору. Дополнительно вопрос. Вопрос, а есть ли храм и азушен? Сохраняется ли святость святая святых? Ответ – да, сохраняется. То есть святость, которая была в храме, сохраняется, и всех частей храмовой горы сохраняется, несмотря на то, что храм и азушен. Поэтому храма нет – да, а вся святость сохраняется. Именно так он стоял. То, что святость сохраняется, это абсолютно по всем мнениям. Все мнения, 100% все еврейские мудрецы, маймониты и все остальные, однозначно согласны, что святость сохраняется. В зависимости от того, что арабы построили золотой купол, или что они… Кстати, золотой купол – это не мечеть. Мечеть Алякца находится южнее. Это серебряный купол, такой серый. А золотой купол – это именно как бы то, что по-русски называется местоблюститель. Местоблюститель – это тот, который вместо кого-то вот нету, а он на это место назначен, чтобы это место блюсти. Вот это такой термин русскоязычный, который относится обычно к человеку, который занимает должность, на которую нет… достаточно никто не занимает. Так вот, в этом смысле золотой купол является местоблюстителем храма. Он стоит на месте, по их мнению, мусульман, там, где как раз вот эта скала, на которой стояла святая святых. То есть, как раз считать, что святая святых стояла там, где золотой купол – это как раз очень-таки вероятное мнение. Мусульмане ходят, ну и что? Это же никак не означает… То есть, мусульмане, с нашей точки зрения, поступают нехорошо. И дальше. Вопрос же, можно ли нам ходить, а не правильно ли поступают мусульмане? Окей, вопрос. А чего же тогда туда пускают мусульман, если такое святое место? Ответ. У нас государство Израиль делает много того, что неправильно. И если будем перечислять, то мы еще перечислим гораздо больше того, что они просто пускают мусульман на храмовую гору в государстве Израиля. Да, конечно, по идее, туда нельзя ходить никому, по идее. Но государство Израиль у нас еще не является правильным еврейским государством. Оно только в начале собственного пути. Пока оно в начале пути, так оно в начале пути здесь. И оно поэтому делает много ошибок. Пожалуй, даже еще вам пример, еще один приведу. В качестве примера. Недавно один из левых идеологов выступил на тему создания партийского государства. И говорит, вопрос по храмовую гору. Совершенно понятен. Ведь сами евреи туда не ходят, религиозные. Вот, пожалуйста, Венат написал. Поэтому надо, конечно, отдать ее арабам. Еще раз. Венат около... Еще раз. В Израиле, как вы все хорошо... Объясняю еще раз. Как вы все хорошо знаете, в Израиле есть правые, есть левые. Правые за то, чтобы Иудею, Самарию, Иусалим и все прочее удержать. А левые за то, чтобы Иусалим, Иудею, Самарию, Иудею, Самарию, храмовую гору отдать. Это для них является целью, потому что храмовая гора им реально мешает, как и Хеврон им мешает реально. Почему она им мешает? Потому что храмовая гора, Хеврон и все еврейские такие древние вещи, типа Иерихона и так далее, они все уводят народ в правую сторону, в сторону связи с историей. Они не хотят связи с историей, они хотят простое, нерелигиозное государство с языком иврит на берегу Средиземного моря. И большим ничего не надо. Выходить сказать, что они не правы. Может, они и не правы, но тем не менее, государство построили в основном такие люди, как они, надо признать. А те, кто сидели религиозно и сидели, не строили государство. Поэтому сказать, что они не правы, это хорошо, но недостаточно. У них есть чувство, что они построили государство, потом пришли правые, и там отбирают у них их государство. Поэтому они стремятся, естественно, защитить свои завоевания, если так можно выразиться. То, что они считают своим, в общем, чуть ли не наследственным имуществом. И поэтому они хотят храмовую гору отдать. Так вот, я все это рассказываю не для того, чтобы они такие левые. Это просто было, так сказать, водным кусочком. А рассказываю следующий эпизод. Один из левых говорит, сами религиозные не ходят на храмовую гору. Посмотрите, написано, что евреям туда запрещено ходить. Это же повесили не мы, левые, это повесили ортодоксы. Это повесил главный раввина. Значит, ходить туда евреям нельзя. Раз туда ходить нельзя, так давайте ее отдадим ради мира. Ах, когда придет Машех, то там будет храм. Ну, хорошо, когда придет Машех, он и сбьется. То есть, позиция крайне левых смыкается с позиции Сатмара. Что, все сейчас нужно отдать, а когда придет Машех, тогда поговорим. Вы можете относиться к этому как отрицательно, но просто надо понять, что логика определенная здесь есть. То есть, в данном случае, левые опираются в продвижении левой позиции на то, что сами религиозные не восходят на храмовую гору. Это пример того, почему так плохо, что мы не ходим на храмовую гору. Так, теперь, значит, на первом этапе сионистского движения, то есть, примерно, скажем, до 67-го года, вопрос не ставился вообще об восхожении на храмовую гору. Понятно, что с 48-го года до 67-го, когда, после войны за независимость, вообще-то нельзя было приблизиться и даже к Котелю. Кстати, единственное место, с которого была видна храмовая гора, который был в руках Израиля, это город Цион. Если вы знаете, город Цион находится на юго-западном углу старого города. Вот этот юго-западный угол старого города относился к Израилю. Как бы это вне, она вне стен старого города. Это юго-западный угол горы, на которой расположен старый город. И там можно было во времена иорданской оккупации старого города туда зайти, залезть там на здание, которое там стоит на горе Цион, там церковь стоит, и можно было с неё видеть храмовую гору. Это было самое как бы близкое место к Котелю. Но до 40-го, до войны с независимостью евреи таки имели некоторый доступ к Котелю, но на храмовую гору вообще вопрос не ставился. И даже Раф Кук, который тогда возглавлял как бы духовно-религиозный сионизм, в общем, никак не высказался позитивно за восхожение на храмовую гору или даже скорее считал, что туда ходить не надо. Но это всё видимо было потому, что был первый этап развития религиозного сионизма. Не бывает так, чтобы сразу всё было понимабельно. Теперь, и после 1967 года постепенно сформировалась группа, которые хотят восходить на храмовую гору. Сначала у всех было мнение, что не нужно восходить. Настолько это было в голове у всех, что рассказывалось, что десантники, которые во время войны 67 года и захвата Иосалима попали на храмовую гору, так вы знаете, Иосалим был захвачен через Львиные ворота. Львиные ворота это восточная сторона старого года, чуть севернее, чем храмовая гора. Сейчас это как барабская, как в основном, мусульманский квартал. Так вот, они вошли через Львиные ворота и, соответственно, там прямо сразу подъем с севера на храмовую гору. И, зайдя на храмовую гору, они стали искать спуск к Коттелю через Шаарамугрубин, то есть, который вот спустил, куда Коттелю спускается, какие-то другие ворота. То есть, первое, что они сделали, пройдя через храмовую гору, они спустились к Коттелю, потому что в их сознании Коттелю был главной еврейской святыней, а про храмовую гору они ничего такого не думали. И до сих пор в голове у многих евреев есть спросить, какая главная еврейская святыня, то все скажут Коттель. В то время, как разумеется, это неправильно, поскольку главной святыней является храмовая гора. Но поскольку она как бы за пределами того, куда мы ходим, за пределами нашей ощущаемой, так сказать, реальности, то она пропадает из видимости. И поэтому, соответственно, вся происходит аберрация и взгляд смещается в то, что якобы Коттель главная святыня. Значит, только очень постепенно, годам, так примерно в 80-м, сформировалось желание вообще восходить на храмовую гору. Значит, сначала были только отдельные единицы, то есть, вот там улиц Вегейнберг, про него известно, что первое, что он сделал, когда пошел на храмовую гору, его там полицейские оттуда загоняли. Но к улице Вегейнберг и может еще несколько людей, это были отдельные люди. А в массовом порядке никто об этом не думал. И, как я уже сказал, только в 80-е годы более-менее сформировалась идея, что на храмовую гору нужно ходить. Но уже сформировалась к этому времени такая парадигма поведения, то есть, такие нормы поведения, что мы туда не ходим, это не наше. И поэтому попытки людей, определенных, восходить на храмовую гору, встретили сопротивление полиции, прежде всего, которых не пускало, поскольку, как бы, опасалась конфликтов, а нормы, вроде, туда не ходить. Ну, если винат говорит, что евреям, туда ходить не надо. И арабы говорят, что они будут, что будут беспорядки, то зачем же нужно кого-то туда пускать? Разумеется, туда пускать не нужно, с точки зрения полиции. Я помню, что вот, когда я приехал, где-то в 87-м году, как раз, или там, в 89-м, что-то такое, группа, так называемая, неймоней гарабайт, то есть, как бы, верные храмовые горе, пытались там несколько раз подняться на храмовую гору, и полиция их просто изгоняла. Теперь, однако, постепенно сформировались группы религиозные за восхождение на храмовую гору. Значит, они в основном, в основном, это религиозные сионисты, но не только. Есть несколько очень заметных хоригимы, афельбойм, например, который, один из тех, кто возглавляет движение за постоянное храма, и это люди, которые поставили целью, чтобы все люди туда ходили. В частности, вот афельбойм, который в движении за постоянное храма, он придерживается самой-самой облегчительной галактической позиции из тех, кто мне известен на эту тему. В части храмовой горы, да, да. Теперь, это движение, оно распространилось в нескольких направлениях. Например, институт изучения храма, он построил такую экспозицию храмовых предметов. И там, туда придя, можно видеть храмовые предметы настоящие. То есть, они как бы сделаны так, как надо. То есть, это не просто макеты из папье-маше, а они сделаны прямо в точности, как надо. И поэтому, с одной стороны, это музей храмовой утвари второго храма, а с другой стороны, это готовая утварь для третьего храма. То есть, этот музей строился специально так, чтобы все предметы были такими, которые можно прямо брать и идти на храмовую гору, значит, создать службу. Включая минару, да, включая минару, которую украинский магнат Робинович подарил. Она не обязательно должна быть золотая, она позолоченная, на самом деле. Но этого достаточно. То есть, опять, есть очень сложные галактические вещи при институте вот этом храмовой горы Махона Микдаш. При нем существует не только музей, но и исследовательский центр, где специально этим занимаются, где этот вопрос галактически обсуждается, и все, что связано с храмовой горой, это просто очень подробно прорабатывается. Параллельно все больше людей стало восходить на храмовую гору, и все больше раввинов стало писать разрешение восходить на храмовую гору хотя бы по периметру. На сегодня в религиозном сионизме это движение очень-очень сильно выросло. После нескольких кризисов, которые были, реально факт на сегодня, что евреям можно ходить на храмовую гору примерно каждый день. То есть, если мы вспомним, что когда Шарон в каком-то году, что ли, 2000-м, поднимался на храмовую гору, то прямо такой устроили скандал, и прямо Айабы переписали к этому, что они из-за этого начали антифаду. Разумеется, никакого отношения это одно к другому не имеет, и никто антифада началась совсем не потому, что Шарон поднялся на храмовую гору, а просто арабам запланировали начать антифаду. Афату это было выгодно, но формально это выглядело как бы в ответ на действие Шарон. Это всего 2000-й год, всего 13 лет назад. С тех пор этот вопрос давно-давно снят с повестки дня. Евреи ходят на храмовую гору абсолютно регулярно, на регулярной основе. Каждый день есть определенное время утром, даже после обеда, когда туда можно пойти. Нужно, конечно, окунуться в мелькву, нужно иметь не кожаную обувь. Ты туда подходишь, там есть туристов и для религиозных евреев. Туристов просто так выпускают. Религиозных евреев проверяют удовлетворение личности, потому что есть несколько людей, которым запрещено восходить на храм в углу полиции. Если ты не числяешься и тех, кто устраивает регулярно какие-нибудь беспорядки, то разрешают проходить, при этом дают двух сопровождающих. Один сопровождающий это полицейский, который ходит рядом с тобой и смотрит, что все было в порядке. Или даже два полицейских. Второй сопровождающий от вакфа, то есть мусульманского это сам, он, конечно, сам тут же подбегает и сопровождает, который следит за тем, чтобы никто не молился. То есть на сегодня, как это не смешно, статус-кво такой, восходить можно, а молиться нельзя. Теперь, арабы страшно боятся еврейских молитв на храмовой горе. Но, если мы посмотрим, поэтому периодически можно, вот я сегодня как раз, открыв новости, прочитал, еврей арестован за молитву на храмовой горе. Потом оказалось, что не просто еврея, что он аравм, исаэль-Ариэль, который возглавляет институт храма. А до этого было, зато до этого было две недели назад большая группа тех, кто пошел на храмовую гору, а среди них был министр строительства Ури-Ариэль, арт-партии, значит, еврейский дом, который сказал, что он там будет молиться и пусть полиция только попробует его согнать, потому что у него парламентская неприкосновенность. Как вы понимаете, члены КНЕСЭТа нельзя, полиция не имеет права члена КНЕСЭТа арестовывать и двигать и все прочее, если нет прямой угрозы жизни. И поэтому он сказал, что это дело абсолютно демонстративное, разумеется, что, значит, и полиция действительно ничего сделать не могла. Тогда Исаэль-Ариэль сказала, теперь мы это продумали, поэтому начну стоил молиться на храмовой горе. Этот самый Ури-Ариэль. А соответственно, значит, Исаэль... Да, А Исаэль... Ну, это никакая фамилия, но они не родственники. Значит, Раба Сиэль-Ариэль, он не родственник Ури-Ариэля. Значит, он тоже решил сделать молитву на храмовой горе, поскольку у меня нет право-минской неприкосновенности, то полиция его арестовала. Но, естественно, будет его судить это все делается. То есть, это некое такое планомерное давление на полицию. Был Верховный суд, это я осматриваю. Верховный суд сказал так, пункт первый, или имеют право на молитву на храмовой горе, потому что это свобода вероисповедания, они никому не мешают. Пункт второй, полиция, если считает, что будут беспорядки, может принимать меры для ограничения прав граждан, если из этого грозят вылиться в беспорядки. Поэтому полиция все время говорит, а Рабы устроят беспорядки, поэтому мы вам не разрешаем. Но это все, это нормальное, планомерное, сейчас секундочку, нормальный, планомерный процесс в демократическом обществе. Это процесс постепенного давления на полицию. Если мы посмотрим, изменилась ли ситуация за последние 20, 30, 40, 50, 60 лет, то, разумеется, имеется огромный прогресс. Сначала никто даже не думал восходить на храмовую гору, потом стали думать восходить, и никого не пускали. Сегодня не только думают восходить, но и хотят восходить и устраивать на ней молитву, и при этом то есть сначала это были теоретические некие решения, скажем, Рав Мадхай Лияву считал, что нужно построить синагогу на храм в Игоре, на Тосефед Гордус, и там вообще не будет проблемы, и сделать вход сбоку. Но этого ничего никто не сделал, разумеется. Но сначала это было обсуждение теоретическое, то оно стало практическим. На сегодня пускать пускают просто регулярно, но еще не разрешают молиться. Значит, с молитвой получается каждый раз скандал. Но это нормальный процесс продвижения идеи в обществе. Вообще, как известно, реклама двигатель торговли, а скандал двигателя рекламы. Поэтому наличие скандала это неплохо, это замечательно. Иначе бы вообще народ ни о чем никогда не узнал. Поэтому все, что происходит, происходит формально, планомерно оживление еврейского интереса к храмовой горе. вопрос, распределить или запрет на туристов. Формально такого запрета вообще нет. Формально это так устроено. Евреи, если будут молиться, то рабу устроят беспорядки. Нет такого-то закона, который запрещал бы молиться на храмовой горе. Реально ни одному туристу это в голову не приходит. Есть какие-нибудь туристы? Ведь вопрос не теоретический, а вопрос практический. Те, кто ходят как туристы, это значит, что люди сами по себе не религиозные, поэтому в голову им это не приходит. Если туристы евреи, если туристы религиозные, они не пойдут как туристы, они не могут пойти как туристы, потому что они должны не то, что окунуться в миг, они должны иметь некожаную обувь, что сразу просто видно, они могут пойти в ботинках. Кроме того, они с теплой на голове, что естественно видно, и поэтому полиции там их разделяют. Кроме того, евреи не будут восходить в саму центральную часть, а будут ходить по периметру, это все сразу заметно. То есть, ну, вы спрашиваете, а был ли случай, ну, может быть, был, я не знаю, но это неинтересно, потому что совершенно неинтересен вопрос, молятся ли отдельные люди на храмовой горе. Разумеется, тот, кто ходит на храмовую гору, на храмовой горе молятся, ведь нельзя молиться в смысле демонстративном, вот остановиться, сделать меня и начать читать о меду, понимаете? Ведь это же никто не может проверить, что вы вообще себе говорите и что происходит. Весь вопрос идет за формальное разрешение официальной молитвы, а не за то, кто чего про себя произносит в момент хождения по храмовой горе. Совершенно очевидно, даже и вопроса нет, и никому в голову не приходит, что может быть так, что люди ходят серьезно на храмовую гору и не молятся там. Это даже никто бы не понял. Разумеется, все читают какие-то молитвы. Вопрос именно в демонстративных молитвах, потому что только это и есть власть на храмовой горе, а именно это стоит под вопросом. Арабы страшно боятся, чтобы евреи проявились в таком плане, что это принадлежит евреям, потому что главное для арабов что храмовая гора это мечеть и принадлежит только мусульманам. За это ведется борьба. А что кто про себя там думает, никого вообще в смысле политики или арабов или властей не интересует. Что касается христиан, то они никак за храмовую гору не борются, потому что с точки зрения христианства оно никак не проявлено. Поэтому ходят ли христианские туристы? Наверное, ходят. Устаивают ли они там публичные молитвы? Им это в голову не придет. Наверное, они видят, что это мечеть, но они пришли в мечеть посмотреть. Можно ли, например, еврею пойти в мечеть посмотреть? Разумеется, можно пойти посмотреть, проблем в этом нет. Ну вот, скажем, если вы были в Турции, то там есть такая голубая мечеть, такое выдающееся произведение архитектуры. Туда очень интересно посмотреть. В Турции, ну как немножко раньше было, не знаю, что сейчас, в эту мечеть, в голубую мечеть есть определенные часы, когда молятся, а есть часы, когда туристы. Туристы, там прямо написано, все не мусульмане, вот идут сюда, вы подходите, вам дают такой пакетик для обуви, такие штучки на ноги, это самое, или там, нет, не дают даже, потому что это уже ковры, там, где вы подходите. Вы снимаете обувь, кладете ее в свой пакетик, вам гид с вами идет и показывает, здесь вот это, здесь вот это, вот здесь молятся, здесь кто-то, посмотрите, пройди по этому коридору, вы можете постоять, посмотреть, фотографировать, пожалуйста, вот с тем выходом выходите, все, до свидания, значит, полчаса для туристов кончились. Вот это совершенно естественный процесс, и поэтому, разумеется, никому из поехающих туда туристами не может пойти в голову в этой голубой мечети вдруг начать молиться. То есть так же и туристам и на храмовой горе это в голову не приходит. Вопрос, вопрос про, что говорит мусульманская на эту тему религия. Значит, прежде всего, в мусульманской религии очень много разных точек зрения. И мусульманская религия на сегодняшний момент очень сильно политизирована. Поэтому заведомо есть постановление вакфа, то есть вот нынешних, что евреям туда нельзя и что это чуть ли не оскверняет мусульманскую святыню еврейские талмудические обряды или какой-то прочий бред. Но это все решения чисто политические. Вообще в самом исламе хватает как антиеврейских высказываний, так и проеврейских высказываний. Сегодня используются антиеврейские. Но это не значит, что антиеформа или новое мнение в исламе не может активизировать наоборот проеврейские. Как известно, есть шейх Фалаци, который имам Италии, который проеврейскую позицию занимает, и не только он, есть еще разные. Которые говорят наоборот с точки зрения Корана, конечно, святая земля поинжит евреям и так далее. Все это, но даже само акцентирование всюду можно услышать, что там Алякция, это как бы третья святыня ислама после Митии и Медины. Это, насколько я понимаю, чушь все. Это они ее активировали как третью святыню ислама в политической обстановке. Лет там сто назад это не было никакой третьей святыни ислама. А было какое-то одно из мечетей, которые всюду стоят. Потому что идея, что там есть конь, поднял Мухаммада от края земли и вот это края земли, вот это обязательно Иерусалим, это мечеть Алякция, это чрезвычайно поздняя вещь в самом исламе. Поэтому, но ислам всегда поступал так, что когда он что-то захватывал, он брал прежние храмы и прежние религиозные точки и превращал их обязательно в свои мусульманские. Самый яркий пример это в Турции, когда они захватили Константинополь, то они обязательно собор Ая-София превратили в мечеть. Спрашивается, почему он нужно в мечеть превращать, но для них это очень важно, что они тюрк это все убрал, убрал мусульманские символы из собора Софии, Софийского собора в Константинополе, потом после него опять поместили, но уже мечетью не сделали и вот это Софийский собор остается музеем. Но в принципе установка ислама была всегда, что все чужие религиозные центры нужно превратить в свои. Поэтому у евреев есть такой важный центр, то его конечно нужно превратить в свой. Даже более того, из-за противостояния ислама и иудаизма значение Иерусалима в исламе выросло очень сильно наверное политически. В конце концов это неплохо, это правильно. А были ли у них как бы общеисламские постановления, думаю, что нет. Думаю, что это постановление конкретной той или иной группы, которая политически мотивирована. Значит, снили со всеми этими исследованиями ситуации. все больше раввинов говорить, что на храмовую гору можно восходить. И хотя это еще не стало всеобщим, это все-таки более-менее к этому движется. На сегодняшний момент, скажем, вот у нас были выборы главного раввина, из трех главных раввинов, кандидатов, из трех кандидатов в главный раввин, даже из шести наверное, из 14-х и сефартих, ни один не выступал за то, что можно восходить на храмовую гору. То есть пока что мейнстримом религиозного истеблишмента в Израиле остается то, что туда заходить нельзя. Но, как всем понятно, иудаизм развивается grassroots, как это говорится по-английски, движениями. То есть начинается на поверхности какое-то такое расти, новое направление. И вот это новое направление, оно меняет то, что было раньше. И так вообще по всем параметрам. Ну, например, скажем, тхелет. Как вы, конечно, знаете, в кистьях цицид, который в основном белый, должна быть голубая нить. Ее пытались восстанавливать, начиная с 19 века, где-то в 60-е годы, были проведены наконец-исследования, и на сегодняшний день совершенно однозначно, что она восстановлена, и, конечно, теперь масса народу ходит вот с этой голубой нитью. Но она еще мейнстримом далеко не стала. Пока что это все-таки относительно небольшой процент религиозных ходит с голубой нитью. Хотя постепенно это растет. То есть равенат вообще это учреждение консервативное. И оно сдвигается тогда, когда внутри религиозного сообщества начинается на него давление. Поэтому вместо того, чтобы спросить, а что думают важные раввины, нужно думать совершенно иначе. Нужно избираться в глухе и решить, что мы хотим продвигать. И тогда важные раввины за этим постепенно последуют. Это совершенно другая модель религиозного развития, чем то, что вы могли бы подумать. То есть на сегодня я сказал, на сегодня с Храмовой горой все больше раввинов говорит, что за, все больше это движение расширяется, все больше народу ходит постоянно и началось вот это... Каждый день кто-то ходит. 50 человек, 50, не больше. Я думаю, каждый день не больше, чем 50. Вот. Дело в том, что чтобы пойти на Храмовую гору, нужно вмиг его окунуться. Это не просто все это. Вот. Но давление уже перешло на следующий этап. То есть давление, чтобы разрешили молитву веев на Храмовой горе. Поэтому, в общем-то, все развивается, по-моему, нормально и позитивно. Еще раз сопояснение, что более-менее каждый день туда можно ходить. Исключение это мусульманские праздники, тогда ходить нельзя. Есть календарь мусульманских праздников, ты посмотрел и знаешь, когда ходить не нужно. Но в целом в обычные дни пускают. Значит, есть отдельные люди, которые являются потомственными каренами. Потомственные карены, карен Мьюхас, это не просто карен, а у него точно есть родословная карена. Такие люди есть. Среди таких людей постепенно появляются люди, которые говорят, что надо заходить на Храмовую гору. Но никаких жертвоприношений или каких-то действий они обычно не производят. Хотя некоторые пытаются давить на это тоже. Ну, например, скажем, вот берут козленка и говорят, мы идем делать пасхальное жертвоприношение. Но, разумеется, полиция останавливает и не пропускает. Разумеется, те, кто привел этого козленка даже не думают, что их пропустят. Это делается для того, чтобы было давление заранее следующего этапа на полицию. Нормальный совершенно процесс. Теперь, какие-то действия они пытаются делать. Типа, вот есть люди, которые взяли на Храмовой горе и заключили бракосочетание. И для бракосочетания ничего особенного не нужно. Нужно двое свидетелей. Ну, идет некая группа, они взяли и заключили значит, брак на Храмовой горе. Вот какое круто, значит, у них будет в Китубе написано, что они брак на Храмовой горе заключили. Но это опять кому как нравится. Это все извлекуха такая активная. А извлекуха вещь необходимая. Нельзя, чтобы было все скучно и официозно. Нужно, чтобы было молодежное задор и энергия. Поэтому то, что люди вот так вот развлекаются в позитивном смысле на Храмовую гору это очень даже правильно. Это вовсе не уменьшает уважение к Храмовой горе и к святыне. Наоборот, это очень правильно. Тот, кто не умеет вовремя смеяться и улыбаться вообще не может правильно развивать иудаизм. Это само собой. Но поэтому какие-то действия люди пытаются делать. Я лично только время от времени хожу. Но не более того. Дни люди ходят чаще, другие ходят и езжи. Вот шломанный манн, который здесь всем знаком, он по-моему ходит там каждую неделю скажем на Храмовую гору. У меня таких сил не хватает. Но это нормальный процесс. Да. Что касается самолитян, то они вообще не признают Храмовую гору. У них есть гора Гайзим. Они там все спокойно делают песох и жарят. Никого это не волнует, никого это не беспокоит, никто им не мешает. Они это сами делают, ни на что влияние это не оказывают. Это отреакция музейная, куда приходят посмотреть, как в такой живой музей. Но не более того, никакого влияния на жизнь страны это оказать не может. Перспективы. Значит, все, что я вам сказал до этого момента, это очевидная, тривиальная информация. То, что я сказал, что это тривиально, это означает, что та информация, которую я вам сказал, всем известна. просто может кто-то не знает, но она очевидна и всем известна. Теперь, то, что я буду говорить сейчас, это мои собственные размышления на эту тему, которые, кто-то может с ними согласиться, а кто-то нет. То, что я сказал до этого, это, все согласны, потому что это вещь очевидная. Теперь я рассказываю, как я сам вижу перспективу и суть событий. Это уже мое личное мнение. Итак, значит, как известно, моя концепция мессианского процесса отличается от всех концепций других. То есть, я придерживаюсь концепции, которой ни у кого совсем нету. И пока никто с ней не согласился. Я, правда, не очень активно ее публикую. Но пока что я не нашел ни одного человека, ни одного раввина, который бы согласился с моей концепцией мессианского процесса. Она отличается от обычной концепции тем, что в обычной концепции есть две стадии мессианского процесса Машех сын Йосефа и Машех сын Давида, а в моей концепции есть три стадии мессианского процесса. Машех бен Йосефа начинает, Машех бен завершает, а посреди есть еще одна стадия. Теперь это три стадии исходят из того, что у нас в Танахе есть три главных Машеха, которые помазанники главы всего народа. Это Саул, Давид и Соломон. Саул, очевидно, это прообраз Машеха бен Юсефа. Соломон это прообраз Машеха бен Давида. Но сам Давид не является прообразом Машеха бен Давида, сына Давида, потому что сам Соломон сын Давида, а сам Давид, он не сын Давида, он сам Давид. И как его назвать Машех бен кто, дальше возникает вопрос. Может быть надо назвать Машех бен Югуда, но есть источники, которые говорят, что не положено называть Машех бен Югуда. Может его назвать Машех бен Парци, в смысле сын Переца, или может быть сын Бен Ишай, сын Ишай, это уже вопрос терминологии. Но главное, что есть три стадии, которые соответствуют Саулу, Давиду и Соломону. Эти три стадии отличаются тем, что они по-разному видят смысл жизни государства и по-разному относятся к храму. Смысл жизни государства они видят следующим образом. Саул видит смысл государства в том, чтобы была безопасность, и евреи могли спокойно существовать. Давид видит смысл государства в национально-религиозном возрождении. Соломон видит смысл государства в распространении еврейской идеи по человечеству. Теперь, в этом плане, когда Раф Кук сто лет назад отождествил сионистское движение Дерцеля с Машехом бен Йосефом, или что то же самое с царем Саулом современности, деперсонифицирован, то есть не Дерцель, он Саул, а все движение Дерцеля, одно и есть движение Саула. Так вот, когда он его отождествил с Саулом, то есть Машехом бен Йосефом, то отождествление шло именно по этой функции. То есть сионистское движение видело свою функцию в защите еврейского народа. Это и называется государство-убежище, Меклат Магини, то есть для того, чтобы евреям было куда спрятаться. Это было декларированной целью сиониста Дерцеля, соответственно, он и является Машехом бен Йосефом. Теперь, с этой точки зрения поселенческое движение является Давидом, не Машехом бен Давидом, а Машехом самим Давидом, потому что поселенческое движение смотрит на государство Израиль иначе, чем сионизм Герцеля, и считает целью государства национальное религиозное возрождение. Этим, собственно, отличается поселенческое движение. Поэтому борьба правых и левых в Израиле, она прописана в Танахе, в книге Шмуэля, когда Саул борется с Давидом. Поэтому, почему левые придерживались такой позиции, как некоторые удивленно говорили, как же так, как же это возможно, что же они дураки такие, что ли, никакие они не дураки, они просто Саул. Почему Саул борется против Давида? Не потому что Саул дурак, а потому что у Саула своя адженда, у него своя программа, у него свое видение мира, и он за этим видением мира воюет и ради него вообще жертвует, жертвует и старается. И это видение мира, оно разумно, оно позитивно. Только потом приходит новое видение мира, и это прежнее сдвигает в сторону. А тем, кто уже приклеился к этому прежнему, очень трудно отойти в сторону. Получается, что они смотрели на жизнь неправильно. Это очень часто бывает. Вроде успешное движение, вот оно достигло потрясающих успехов. А потом приходит новое движение и говорит, «Да все, ребята, это хорошо, что вы делали, но давайте теперь совершенно в другую сторону двигаться». Они говорят, а как так? Почему надо в другую сторону двигаться? У нас такие замечательные успехи, и мы хотим продолжать быть в той же сторону двигаться. А их начинают сдвигать. Но, естественно, начинается противостояние в обществе. Это совершенно нормальное явление. То есть, поселенческое движение, которое выдвинуло другую программу развития государства, естественно, вошло в конфликт с нерелигиозным сионизмом, который поддерживал первоначальную программу развития государства. Ровно это называется «Шаул борется с Давидом, гоняется за ним, преследует его». Именно ради этого левые сделали договор Осло. То есть, левые же не дураки. И то, что они что, они не понимали, что никакого мира не будет, конечно, понимали прекрасно. Они прекрасно соображают. Нельзя их назвать глупыми. Они просто действовали ради других целей. Смыслом Осло было не в том, что был мир. Потому что левые считают, что с Арабами мы и так справимся. Арабы, на самом деле, нас слабее. Просто кардинально слабее. Все арабы вместе взятые существенно слабее, чем Израиль. В связи с технологией, военной силой и всего прочего. Поэтому на поле боя нам ничего не стоит их всех победить. И поэтому они, собственно, не нападают на нас, только потому, что это абсолютно безнадежно. То есть, тотально безнадежно. Поэтому война между Израилем и арабами происходит так, что главное оружие арабов – это, чтобы побольше погибло арабов, и мировое сообщество осуждало Израиль. Но, естественно, в войне, в которой силы равны, никто даже не думает про такие вещи. Потому что они побеждают, неважно, сколько там погибло. Главное, кто победит. А с Израилем и арабами, поскольку Израиль тотально превосходит все любые арабские военные силы, то тогда вопрос идет о том, чтобы как меньшее гражданского населения с арабской стороны погибло. А то, что Ивей выигрывают, это вообще просто не является вопросом. И поэтому в этой ситуации они, соответственно, нас напасть не могут. И поэтому левые не боятся им чего-то отдать, поскольку они считают, что все равно мы сильнее. Поэтому смысл договора Осло был не в мире совсем, а в том, чтобы подавить поселенческое движение. Поэтому это просто Саул борется с Давидом. Это не территории в обмен на мир, а территории в обмен на власть. И в Израиле это всем совершенно понятно. Это только непонятно тем, кто слушает, так сказать, внешнюю пропаганду. Но если бы они, например, действительно хотели мира, и видят, что мира нет, они должны были посыпать голову пеплом и сказать, мы были неправы. И действительно некое количество, как бы так сказать, рядовых, или даже активистов рядовых, так сказало, что мы были неправы, мы ожидали не этого. Но идеологи Осло, то есть не рядовые активисты, которые действительно веяли в мир, а идеологи Осло ни в какой мир не веяли с самого начала. Они действовали не ради мира, а ради власти. Это ровно причина, по которой Саул поисследует Давида. Это невыгодно, совершенно верно. Но Саул считает, что он с фелестимлянами справится и так. Хотя в истории прошло иначе, и Саул им нападит в войне с фелестимлянами. Но в нынешней ситуации левы не думают, что они могут погибнуть в борьбе с палестинцами, поскольку палестинцы, естественно, их силы-то там на порядок меньше, чем израиля. Поэтому главное содержание израильских внутренних... Вообще, в принципе, как бы на мой взгляд, арабы вообще не играют никакой роли в смысле Израиля. Всю роль в Израиле играют только сами израильтяне. Все, что происходит в конфликт с арабами, это просто конфликт между левыми и правыми в самом Израиле. Арабы здесь статисты. Просто не более того. Они играют ту роль, которую левы им дают. И они ее играют. Но сами по себе они ничего не могут сделать вообще. То есть это просто статисты, которых может быть жалко, потому что их как пешек используют. Но по сути дела они ни о что не способны. Поэтому главная проблема – это конфликт идеологий в Израиле. Постепенно эта проблема решается. Постепенно народ чего-то понимает. Ну, в общем, это нормальный процесс тоже. Все совершенно идет хорошо, естественно и правильно. Но из-за этого впадать, так сказать, в удивление совершенно не нужно. Это естественный ход истории. Вот. То есть возвращаясь к нашему вопросу... Так, поэтому у нас... Я сказал, что в моей концепции мессианского процесса есть три стадии – Саул, Давид и Соломон. Значит, у нас стадия Саула началась, как Веленский Гаон считает, в конце XVIII века аж, или в самом начале XIX. Она сильно продвинулась в конце XIX века с приходом герцеля и сионистским движением. Поэтому Рафук отождествил движение герцеля с Машеихом Бен-Юсефом, то есть с Саулом. И она привела к полному успеху в 40-е годы при создании государства Израиль. Теперь, в 1967 году был перелом. Родился будущий Давид. Сначала это не было осознанно. Этот Давид только постепенно сформировался. То есть началось поселенническое движение в 1974 году только. Только постепенно оно стало формировать свою идеологию. и Саул, когда увидел, что Давид слишком продвигается, решил его изничтожить. И это есть договор Росла. То есть, с моей точки зрения, договор Росла – это и есть война Саула с Давидом окончательно уже явная. То есть постепенно Саул умирает на наших глазах. В данном случае Саул – это же не человек, это идеология. То есть идеология государства Израиля для безопасности еще немножко держится Ираном. Благодаря тому, что Иран может уничтожить государство Израиль, это гальванизирует идею того, что Израиль должен быть в безопасности. На самом деле вопрос безопасности давно-давно не стоит. Если только не иранская атомная бомба, то вообще вопроса даже нет. Поэтому это очень удобный такой жупел. Не опасность, это опасность, конечно, но в общем это очень удобная опасность. Таких врагов я хотел бы иметь, чтобы именно можно было на них все, что нужно идеологически вешать. Но по сути дела борьба ведет давно-давно-давно, не за это, а борьба ведется за то, что такое Израиль. Это место для убежища или это место для национально-религиозного возрождения. Поэтому сейчас Давид сменяет Саула. Но до Соломона еще далеко. Давид еще должен победить Саула, Давид еще должен построить государство Давида, Давид еще должен продвинуться со своими кризисами, а потом придет время меняться и с идеологией Давида переходить на идеологию Соломона. Идеология Давида – это национально-религиозное возрождение, это то, что у нас сейчас на повестке дня. Идеология Соломона – это распространение иудаизма человечеству. До чего еще очень-очень-очень далеко. То есть у нас в иудаизме даже близко еще нет сформированной концепции распространения иудаизма человечества. Она только начинается, называется Бнейнох. Поэтому, если сто лет назад проблема ставилась так, что на уровне реал-политик нужно было поддерживать Саула, то есть Машеха Бен-Юсефа, и готовить будущего Давида, что, собственно, сделал Равкук. Он поддержал сионистское движение Герцеля, одновременно создав Ешиву, Мерказа, Рав, где воспитывается будущий Давид и будущее поселенческое движение. И когда пришло время, оно, соответственно, оттуда и развернулось. И это все Равкук заложил. Сегодня у нас ситуация поменялась. Реальная политика – это поддерживать Давида, то есть поселенческое движение, соответственно, идею того, что государство – это диалог с Богом, и того, что цель государства – это национальное религиозное возрождение, закладывая зерна будущего Соломона. Вот, например, движение Бнейнох – это зерна будущего Соломона. Сегодня оно еще не может выйти в реальную политику, потому что еще ток-ток начинается. Например, что такое поддерживать Давида? Когда задают вопрос, почему Израиль не хочет создавать палестинское государство, то ответ Саула такой, если создать палестинское государство, то они будут обстреливать аэропорт Бен-Гурион или Тель-Авив ракетами, и тогда у нас будет реальная опасность, и мы не можем на это пойти. Это ответ Саула. Ответ Давида – Шен-де-Угой. Мы не можем никакое создать палестинское государство, потому что наша историческая родина. То есть в первом ответе ценностью является Тель-Авив, аэропорт Бен-Гурион, и мы не можем дать арабам иметь свои ракеты в пяти километрах от аэропорта Бен-Гурион. С точки зрения Саула. С точки зрения Давида – ситуация Шен-де-Угая. Именно те территории, которые спорные, то есть Шхем или Хеврон, или Бейтель, или там Шело, они являются самым главным. Поэтому это наша историческая родина, мы совершенно не собираемся никому ее отдавать. И она-то является целью, а вовсе не Тель-Авив нашего жизни. Но это значит то, что я сказал про Саула Давида и Славона – три стадии. С точки зрения этих трех стадий положение храмовой горы описывается совершенно иначе, чем то, что я сказал раньше. Значит, в эпоху Саула вообще не встает вопрос про храм или храм в Илгору. Вспомним, что в эпоху Саула храма не было. То есть храм был в Шело до этого. Шело был разрушен в начале эпохи Самуила, Шмуэля. Это еще задолго до Саула. Саул совершенно не занимался восстановлением храма. Ковчег попал к филистимляну, а потом его вернули, он стоял в Кириат-Ярим. Это где-то на полпути между Иерусалимом и Тель-Авивом никто этим не интересовался. Потому что Саулу храм был совершенно не нужен. Саула интересовала безопасность еврейского народа. То есть ровно то, что делает нерелигиозный сионизм. Поэтому нерелигиозный сионизм себя ведет ровно как Саул в этом вопросе. Храм его не интересует. Теперь Давид. Давида храм да, интересует, но он не может его построить. Почему Давид не может построить храм? Ответ, который все знают, заключается в том, что Давид пролил много крови. Но этот ответ неправильный. В том смысле, что он, конечно, в Танахе есть, но его говорит сам Давид, а вовсе не пророк Натан. Когда Давид хочет построить храм, то Бог сообщает Натану, пророку, который при дворе Давида, что Давид построить храм не может, и только его сын может построить. Давид, когда пересказывают в книге Деврея Амим, книге Хроник, пересказывают это Соломону, это решение, он говорит, потому что я пролил много крови. Но это добавление, которое сделал Давид, а вовсе не то, что Натан сказал Давиду. То есть мнение Давида было, что вопрос в войне. А не будешь, что этого не было, не будешь, что война есть не игралой роли, но война здесь скорее следствие, а не причина. Потому что главным для Давида было национальное иллюзрозное возрождение. И на этом уровне храм построить нельзя. А с целью Соломона было распространение, и на этом уровне построить можно. Поэтому к Давиду относится планирование храма. Вот планирование – это да, это должен сделать Давид. Поэтому нужно ходить на храмовую гору, нужно молиться на храмовой горе, нужно строить музей храма, нужно готовить строительство храма. Но построить храм на этом этапе не удастся. Это просто нужно понимать. А удастся только на следующей стадии Соломона. Почему храм не может быть сегодня построен? Главная причина не в том, что мечеть Амара там стоит, или она занята вакфом, или что-нибудь еще такое. Или у нас нет красной коровы. Главная причина, потому что, на самом деле, галахически можно обойти красную корову, и, например, можно попросить жертвоприношение, если все нечисты. Ответ, что если вообще все чисты, только кто-то нечист, то он не может участвовать в жертве, или есть жертв. То есть, если все нечисты, то можно попросить жертву в нечистоте. Поэтому с точки зрения галахи, все это можно решить. Вопрос совершенно другой. Никто не понимает в еврейском народе на сегодня, зачем нам вообще нужен храм. В этом главная проблема. Если вы опросите религиозных евреев даже, а тем более не религиозных, зачем нам нужен храм, то никто внятно не может вам дать ответ. Потому что они скажут, такая есть заповедь. Хорошо. Ну и что? Вот мы должны эту заповедь сделать. Хорошо. Храм был центром святости. Хорошо. А дальше-то что? То есть, ничего внятного сказать? То есть, никто не может внятно объяснить, зачем нам нужен храм. Нет никакого такого широкого чувства и понимания необходимости храма. Нет вот этого в народе ощущения недостатка какого-то фундаментального. То есть, молитвы все читают, но это полагается, все такие молитвы, ну и читают такие молитвы. Теперь, почему такого осознания нет? Потому что нет понимания, в чем состоит смысл храма. Теперь, это отдельная тема, отдельная лекция, сейчас я ее не буду рассказывать, называется «Храм Моисея и Храм Аарона». Я ее однажды рассказывал, а нет, так еще раз потом ее скажу, потому что в храме есть две разные функции. Одна функция – это очищение, а другая функция – это откровение. Функция очищения – это та функция, которая лежит у нас в голове. И ее мы, в общем, как-то более-менее справляемся без храма. Действительно, жертв нет, но если жертв нет, то Бог их и не требует. И поэтому прекрасно люди очищаются от грехов, и храм для этого не нужен. Некоторые христиане пытаются сказать, что вот раз нет жертв, то обязательно нужен Иисус, потому что Он как бы вечная жертва, но это все, конечно, натяжки, абсолютные, потому что Бог никогда не требует от людей, того что делать нельзя. И поэтому очищение прекрасно происходит и без. А вот откровение, чтобы было откровение, храм должен быть рупором некоторой идеи. И вот эту идею мы можем осознать сами и мил говорить только на уровне Соломона. Теперь, действительно, воины к этому времени должны прекратиться, поэтому то, что Давид проявил много крови, это является таки, да, причиной того, что он не может построить храм. Но это как бы косвенная причина, скорее показатель, а не суть. А суть просто. Мы сможем построить храм, когда мы поймем, что мы хотим сказать человечеству. Поэтому, когда государство Израиль дозреет до вопроса о том, что мы открываем человечеству новый уровень связи с Богом, как государство, не как отдельные индивидуумы, а что смысл государства Израиль – это открыть человечеству новый уровень связи с Богом. Когда мы сами до этого дорастем, и это будет официальной парадигмой существования государства, это будут официальные, как бы, программы государства, вот только на этом уровне мы храм построить сможем. Поэтому сегодня, раз у нас эпоха Давида, то нам нужно развивать желание построить храм. То есть, Саул – это отсутствие желания построить храм, Давид – это наличие желания при отсутствии возможности, а Соломон – это уже возможность построить храм. Поэтому, поскольку мы во время Давида находимся, соответственно, развитие, мы должны продвигать желание построить храм. Для этого нужно изучать вопрос, ходить на храмовую гору, стремиться молиться на храмовой горе, делать храмовую утварь. об этом читать лекции, и это как-то встрябать в свою жизнь, но понимать, что да, история движется медленно, и пока народ весь это не поймет, действительно, или там большая часть народа абсолютно это не поймет, действительно, мы построить не сможем. А когда сделаем, тогда и сможем построить, тогда все остальные технические проблемы, типа того, что делать с мечетью Алякца, поднять ее вертолетами в воздух и перенести в Мекку, и пусть себе там стоит со своим золотым куполом, или еще как-нибудь, этот вопрос будет технически решен, когда мы сами дозреем для того, чтобы его решить духовно. Вот, собственно, что хотел вам рассказать. Почему при Соломоне храм строит? Потому что храм – это центр распространения иудаизма, не место, где мы приходим очищаться от грехов, это тоже заодно, но главное, что это место, из которого видимый образ, который служит символом распространения иудаизма, потому что в храм приходят, в третий храм, народы мира. Чтобы народы мира куда-то пришли, они должны прийти в храм. Вот когда на иуда мира народы не отдельные, не евреи, а прям целые народы захотят прийти поклониться Всевышнему в Иерусалиме, вот тогда храм будет необходим. А до этого, в общем, и она.